Итак, дорогие друзья, мы начинаем с наш традиционный урок Мишли. Традиционный уже, да, 25 урок у нас сегодня уже, 25 урок. И, так, отлично, пока собираются участники, участники 25 урок, значит, мы сейчас будем учиться, кстати, интересно, перед тем, как мы учились, мы затронули такую тему, что есть такие уроки, называются «На злобу дня». И как слова они формируют мировоззрение, да, то есть, если у нас сегодня злободневный урок, то получается у нас какие дни? Злые дни, да, злоба дня. То есть, нам не надо, чтобы у нас были злободневные уроки, у нас... А как можно по-другому сформулировать, если это актуальные? Актуальные. Откуда идет слово «актуальные»? Слово «акт» – действовать, да? Актуальные – это как такой действенный. На злобу дня – это злобные. Какие бывают еще варианты... Актуализация – это совершенство. Актуализация – это совершенство. Но вот что есть еще такое, чтобы сказать, что у нас очень своевременный урок сегодняшний. New, fresh, да? Fresh. У нас свежий урок, да, свежий урок на сегодня. Итак, приглашаю вас на свежий урок. Помнишь ли? Прямо свеженький. И мы дошли до 17-го отрывка. Сейчас у нас будет 17-й отрывок. Мы начинаем. 17-й отрывок 4-й главы. В нем написано так, что... Ну, до этого нам разъясняли... Разъясняли нам до этого, что злодеи – они не дремлят. Злодеи – они более... Более они активны в этом мире. Поэтому, что им плохо. И они для того, чтобы вырваться из этого состояния плохо, они делают зло. Кстати, интересно, что манятия они убивают, потому что им внутри очень плохо. То есть, это их как-то вот что-то внутри, как демон такой, да, гложет. Вот. И если у человека зуб болит, например, он готов кого хочешь убить. Ну, да, даже нормальный, добрый человек. Если у него болит зуб, то он просто становится невыносимым, да, для... То есть, простая мелочь, но она... Она портит ему настроение и заставляет его что-то делать другим плохо, потому что это невыносимо, когда тебе плохо, другим хорошо. Это как бы выглядит очень несправедливым. Поэтому злодеи, они делают зло. Потом им на какое-то время бывает хорошо, но хорошо-то им бывает на очень короткое время. И тут интересно, что очень много преступников, они наркоманы. Вот я встречал эти, если там в своей жизни преступники, это самое. То есть, очень принято, они, ну, употребляют наркотики, там, героин и так далее. Чефир на зонах. Ну, то есть, именно... Так вот, значит, дальше он нам говорит, царь Соломон, он нам объясняет, почему они активны еще такие, почему они даже не могут заснуть, пока они не запланируют сделать какое-то зло. Он говорит в 17-ом отрывке. Ти лахмо, потому что хлеб их, лэхэм рэша. Потому что их хлеб даже, то есть, основа их жизни, то, чем они питаются, это они добывают через зло. То есть, они уже, как бы, встали на этот путь, и они идут по этому пути. И яин, хамасим и шту. И вино, грабежа они пьют. То есть, как бы, у них уже выхода нет. То есть, когда ты уже встал на этот путь, то уже... А как ты? Работать пойдешь, что ли? Профессию приобретать? Ну, то есть, куда? Выйти уже из этой среды, ну, не просто сложно, практически невозможно. Они друг друга затаскивают обратно, потому что как-то так. Кто-то пытается вырваться. Плюс интересно, что вот этот вот весь преступный мир, мир зла, он так интересно работает, что вот есть, например, люди, которые живут по закону, да? Если с ними что-то случается, они, например, могут обратиться в милицию, в полицию, там и так далее. Теперь, как только ты выходишь из этого, ну, законного, как бы, существования, и начинаешь делать хоть что-то незаконное, в этот момент ты уже не можешь обратиться за защитой к закону. И ты попадаешь, все, ты уже, как бы, провалился в этот мир, это называется, там, серый мир, темный мир, черный мир, мир там, и дальше этот мир, и они идут все туда, все глубже и глубже, там, ну, страшные миры, торговля органами, там, наркотиками, убийства. То есть, там такие, и человек, который туда проваливается, ему выплатить оттуда очень тяжело, особенно вот наркоманам. То есть, а куда он пойдет? Кому? Я когда-то знал, еще давным-давно в Москве, торговец с наркотиками был парень, и вот он торговец с наркотиками, а потом его, опа, ну, он торговал, там, что-то, зарабатывал с этого, а потом его, ну, другие бандиты хлопнули, все у него забрали, там, он, ну, вбегал в какие-то, все. А он не может, ну, никак себя защитить не может, все, он уже, как бы, вне закона. Потому что, а как он пойдет в милицию, скажет, я торговец с наркотиками, у меня другие, там, бандиты меня щемят сейчас. Ну, куда он пойдет? То есть, его посадят, тогда сами же милиция его и посадит. И, значит, вот поэтому нам и сказали, что у них, их даже хлеб, их пища первичная, это, это злодейством они добывают. И я инхамасимы шту, и они потом напиваются вином, чтобы, грабежа, чтобы, ну, хоть как-то полегчало. Все. Выхода нету, как будто вы, то есть, из этой петли выхода нет. Теперь, ну, как выхода нету? Всегда есть выход, есть всегда выход. То есть, человек, который, хазар-бычуа, который вернулся к раскаянию, он может, из любой ситуации, он может вернуться, он может просто прямо начать жизнь чистого листа, начать жизнь прямо просто. Я помню в свое время, когда я, хазар-бычуа, когда я стал религиозным, я понял, что я не, ну, не могу, у меня настолько был интегрирован в то общество, в котором я был, я понимал, что я не смогу соблюдать на сто процентов, я не смогу, ну, как бы, мне было дико тяжело. Я просто взял и переехал в Иерусалим, сел в Ешиву, и, как бы, это как окунуться в миг, вот, то есть, полностью. Отсекся от всего, все. Да, у меня не было денег, да, у меня было там только хлеб и вода, покушать несколько лет вообще, то есть, было очень тяжелое время, ну, как бы, тяжелое в материальном плане, но в духовном плане, зато я успел построить себе новое абсолютно мировосприятие, и потом я уже с этой позиции начал заново выстраивать свою материальную жизнь, уже точно по законам Торы, и, слава Богу, то есть, иду именно по закону Торы. Теперь, значит, в следующем отрывке, в девятнадцатом, нам царь Соломон, царь Соломон, он, он, только, я скажу так, что я через пять лет только, вот, через пять лет, я впервые, я поехал после этого, там, в Москву, обратно вернулся, и я ни с кем не хотел встречаться из своего старого окружения, потому что я стал другой человек, ну, как бы, вообще другой. И, ну, один из моих знакомых, он, меня как раз в этот момент, мы, ну, там, нашлись через интернет, все такое, и он меня увидел, а он был еврей тоже, и он меня увидел, ну, то есть, именно изменение состояния вообще, и он тоже говорит, я тоже хочу стать религиозным, и он сделал то же самое, он уехал из Москвы, но он не сел полностью в Ешиву, он не разорвал свои связи с окружающим миром, то есть, он, как бы, захотел измениться, но он не порвал связи с окружающим миром, а я вот полностью порвал, и он менялся, его изменение было намного тяжелее, то есть, он прямо, прямо со скрипом таким, да, то есть, его постоянно тянуло обратно вот это вот, его старая, как бы, личность и старое окружение, он чуть-чуть продвинулся в иудаизме, в соблюдении, и потом его, как резиной, джжж, дернуло обратно, и он перестал соблюдать, и у него, в принципе, ну, очень жизнь потом не очень хорошо складывалась после этого, потому что ты уже увидел, что такое свет, ну, как бы, и на небе засветился, и потом ты уже и там не можешь, и сюда у тебя нету сил, и ты вот так вот между тем и тем, то есть, тебе и там плохо уже, ну, ты не можешь жить в материальной жизни, вот, слушать эти все тупые разговоры, только о деньгах, только там, что завтра, ну, понты и деньги, то есть, о чем люди разговаривают, и всем страшно, как бы, потому что все знают, что умрут, и никто не знает, что будет дальше, поэтому обычный мир, он занимает свои разговоры все время, ну, какими-то деталями, которые вот, как будто бы очень важны, там, какая футбольная команда выиграет, прям, капец, как важно, прямо вот вообще, и месяц мы думаем до футбольного матча, кто же выиграет, там, Реал или какая-то, и вот, ну, давай, встретились, поговорили, и час сидя там про защитника, то есть, чисто, чтобы занять голову, чтобы хоть чем-то быть занятыми, потом уже футбол закончился, ну, что, следующий футбол, да, нет, следующий футбол уже, давай про Гонки поговорим, давай про Олимпийские игры, давай, а что там с этим, Англия, с Россия, какая там обстановка, и человек все время занят какой-то фигней, которая к нему не имеет никакого отношения, лишь бы о себе не подумать, а что со мной-то будет, как я живу. И, значит, то есть, когда человек выходит на духовный уровень, ему все понятно, то есть, все четенько, понятно, есть Бог, Бог сотворил мир, мир работает по очень четким законам, вот я живу, вот утром я проснулся, я должен сказать, что Маэсраэль, помолиться, потом я должен поучить Тору, потом я работаю по совершенно четким, понятным законам, никого не обманываю, не ворую, не говорю ни про кого вошел на ра, то есть, ну, в жизни просто вообще, если жить все правильно по Торе, сказка, просто вообще сказка, и потом ты умираешь, и переходишь в еще большую сказку, в рай, в раю ты какое-то время отдыхаешь, прямо наслаждаясь сиянием божественной истины, и потом ты, бах, когда уже будет следующий мир, воскрешение из мертвых, и ты уже вечно живешь, ну, как бы уже в теле, но в вечном, это вообще кайф, то есть, все понятно, ну, страха нет, ничего нет, ты спокойно, и идешь на ту же работу, футбол, ну, я не знаю, насколько религиозного человека может интересовать футбол вообще, в принципе, потому что какие-то люди, которые обмотанные тряпочками разного цвета, гоняют круглый предмет, и, ну, как бы в этом, когда спросили Равкаема Каневского, спросили, можно ли в субботу играть в футбол, он говорит, объясните смысл игры, да, смысл игры, ему говорят, ну, нужно запихать мяч в рамку, в такую ворота, нужно туда запихать, он говорит, я советую прийти до шабата и положить, он говорит, зачем в шабат это делать, придите до шабата и положите туда, если вам цель ваша какая, туда запихать, так положите до шабата, В общем, теперь в двадцатом отрывке мы переходим, в девятнадцатом отрывке, в восемнадцатом мы переходим к другой системе. Значит, написано так в восемнадцатом отрывке. Орах цадиким к ор нога. Значит, орах, мы знаем, это тропинка цадиков, тропинка праведников, как свет, который утром нога, это который утренний свет такой, он увеличивается. Значит, и он идет, идет этот свет и увеличивается он до полудня. Значит, здесь нам рассказано, как должны вести себя праведные эти цадики. Значит, цадики не должны, есть главный принцип роста цадика, он, я когда-то запомнил, это конец, по-моему, книги Шмо, это Паршат и Тро в конце, там написано так. Значит, идея такая, что жертвенник-то он и был без ступенек. То есть, это явно нам Тора говорит прямым текстом какой-то совет, который там спрятан, обрати на это внимание. Не поднимайся по ступеням на жертвенник мой. А там не было ступеней, там был пологий в подъем. Пандус. Пандус. И не мог стыд у коинов оголиться, они были в штанишках. Ну, какой длины должен был стыд быть, чтобы он оголился. Это нереально. А значит, в штанишках были штаны, они в штанах были. Значит, речь идет о развитии цадиков в этом месте. То есть, развитие цадиков должно идти постепенно. Не поднимайся, не прыгай на ступени. То есть, цадик тот, кто решил действовать только правильно. Цадик тот, кто действует правильно. Правильно, что значит правильно? Поторит. То есть, вот как Бог создал дерево познания добра и зла. Бог сказал, это добро, это зло. Не можете менять. Только это прерогатива Бога установить законы этого мира, и ты должен по ним идти. Цадик идет по законам Бога. И вот, если он идет по законам Бога, то можно прыгать. Ну, там есть вот эта вот известная книга, которая, самая известная книга о том, как стать цадиком таким именно про, уровень про, эдван самый продвинутый. Эта книга называется, называется эта книга «Месилат Яшарим. Путь праведных». Она так и называется. Переводят праведных. Яшарим, Яшар это, ну, один из там подвидов праведных. И вот там рассказано, что Тора, Тора вначале, она, вначале нужно изучать Тору, чтобы знать, что правильно, что неправильно. Есть много очень людей, которые чуть-чуть поучили Тору, и они вообще не разобрались, как оно все работает, но они уже, значит, считают, что они знают, что такое Тора. И они всех начинают судить, включая себя. Это можно, это нельзя, это праведник, это злодей, это не делай, это делай. То есть они прям реально проводят время в спорах, как, знаете, есть, когда люди становятся религиозными, там, кто-то стал хаббатником, а кто-то, ну, просто его приблизили через хаббат, а кто-то стал литаи. И вот, значит, они прямо спорят друг с другом, чуть не додратишь, что правильнее, хаббат или там литовский подход, веленский, гаун. И обычно те, кто спорят, они не, ну, они еще ни одного листа Талмуда не изучили. Они все, они же заняты, они спорят, какой путь правильнее, да, какой правильнее. Теперь, значит, написано в 18-м отрывке, что путь праведников, путь садиков, он как свет, который, ну, увеличивается. То есть ты должен все время увеличивать свет. Тора приводит к осторожности. Ты должен изучать Тору и все время добавлять света в себя, свет Торы. Тора это Ор, да, от слова Ор, свет, знание. И ты добавляешь света, добавляешь света, добавляешь света, и никого не судишь. Потому что нависно в перте вот. Не суди ближнего, пока ты не попадешь на его место. А когда ты попадешь на его место? Да ты никогда не попадешь на его место, потому что его место, это его место, а твое место, это твое место. Поэтому зачем тебе его судить? Занимайся собой. Значит, и вот ты начинаешь учить Тору. Свет растет, растет, растет. И чем больше в тебе света, тем больше ты понимаешь, как все работает. Все, вот это вот Россадика. И написано так. Тора приводит к осторожности в Месилате Шарим. И ты становишься осторожным. То есть ты начинаешь смотреть, чтобы где не ошибиться, нигде не нарушить. Слово плохого ни на кого не сказать. Вообще нельзя плохие слова, оказывается, говорить. Тора так нам сказала, что в Торе, когда Бог хотел сказать на какое-то животное, что оно тамэ, ну, оно нечистое, так написано, именно не написано, что... Эйнена Тора. Написано Эйнена Тора. Оно нечистое написано. Не написано, оно грязное. Не чистое. А написано, не чистое. То есть зачем использовать плохие слова? Торий Желебач, Теребе, он говорил, что... Он говорил, вот, я, по-моему, даже слышал это сам, ну, или читал где-то. Вот как-то человек говорит, там, я иду в больницу. Он говорит, не в больницу, в дом выздоровления ты идешь. То есть ты идешь не болеть, ты идешь выздоравливать. Это принципиальная разница. То есть то, как человек использует слова, как написано в Таирим. То есть ты все время должен поворачивать свой взгляд, свое мышление, свой язык, свои слова от зла к добру. Поэтому у нас урок не злободневный, а какой актуальный. И даже у нас урок не актуальный, а какой он у нас? Трансформационный. Трансформационно-революционный. Вот так можно назвать. У нас урок трансформационно-революционный, весенний, освежающий. Потому что словами мы формируем восприятие, формируем мир. И вот это об этом... Еще раз. Не поднимайся со ступеньками, не прыгай по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. Когда ты перепрыгиваешь, вот идет садик, например, да, он начал быть садиком. Он вначале должен проучить Тору, чтобы стать осторожным. Потом, когда он стал осторожным, он становится расторопным, он начинает увеличивать скорость. Потом, когда он стал расторопным, каким он должен стать? Там дальше идет Некиют, потом идет, что еще там идет? Хасидут, по-моему, да, там идут Пришут. Ну, то есть там есть целые ступени, но нельзя, ты не можешь сразу прыгнуть без Торы в Пришут. Потому что если ты не знаешь, что такое Тора, и ты не знаешь, что можно, что нельзя, но ты начинаешь от всего отделяться, то тогда ты отделился, надорвешься. Если ты не прошел стадию осторожности, то ты можешь по ходу кого-то обидеть. А идет как? Вот я очень это пережил в спорте, тот же самый принцип. Вот ты начинаешь тренироваться, там нужно пройти в начале этап ОФП, общая физическая подготовка. В общей физической подготовке ты как бы готовишь всю свою систему, ну, всю систему. Связки, мышцы, легкие, все. Теперь, если ты на этом этапе пропустил, ну, это скука такая, там, всякие тысячи-тысячи таких мелких упражнений, ты должен укрепить каждую деталь системы. И ты где-то оправил, а, думаешь, ну, хватит уже, это же прямого результата-то не дает общая физическая подготовка. Я перейду уже к специальной физической подготовке. Специально физическая подготовка, ты уже укрепляешь более крупные группы мышц для того, чтобы они были более сильными. А вот эти вот мелкие мышцы, разные связочки, которые нужно было укрепить на ОФП, ты пропустил. Потом ты укрепил крупные группы мышц, потом идет уже подготовка, когда ты уже перед соревнованиями, там, техника, скорость. И тут, когда ты выходишь на большие скорости, то есть ты поставил технику, у тебя отрывается какая-то связочка, которую ты на первом этапе пропустил, укрепил. И когда, ну, пока ты медленно двигался, она не отрывалась. Потом, когда ты разогнался, тут же, джжжж, и оторвалось. Все. Это вот этот принцип. То же самое человек, когда он не знает Тору, а он лезет, лезет он сразу прямо, все, я буду цадиком. Ему на небе поставили галочку. О, ты цадик, ты устражаешься там, ну, я это в том уроке говорил, ты устражаешься там, кашрут бэтьюсэф тебе не кашрут, да? А тут же ты берешь и там лошонара такую, начинаешь прямо лемядрина кого-то прямо гнать, кого-то судить, равиново обсуждать, там, рэбы любая честная тебе уже вообще там, ты его ругаешь, этот там, гаун мивильна, он для тебя метнагдим там, ну, то есть, куда лезет человек? И он, как бы, себя обозначил, я цадик. То есть, он сказал, я цадик, я там, в чем-то он устражился. А потом он вылазит туда, и тут ему начинаются, за все пробои начинают с него спрашивать. Джу-джу-джу-джу. Нет, вообще, спокойненько. Путь садиков какой? Как свет, который постепенно увеличивается, идет он и светит до полудня, пока он не будет светить прямо сильно-сильно. Теперь дальше, девятнадцатый отрывок. Девятнадцатый отрывок. И для сравнения. А путь злодеев, он, как темнота. И не знают они, где они ошибутся. Ушибутся. То есть, злодеи, они идут в темноте. Это прямо с этого начинает Рамхальм, что злодеи, они идут в темноте. То есть, они, как бы, в этом и смысл. Что они не знают, как правильно, и они себя выдумывают, как правильно. Но нормальный человек не может выдумать, как правильно. Вообще никакой человек не может выдумать, как правильно. Потому что, как правильно, выдумал Бог. И человек не равен Богу. Он может только узнать у Бога, как правильно. А если я сам пытаюсь выдумать, как правильно, то это нереально. А если я беру теорию какого-то другого человека, так посмотрите на жизнь тех людей, чьими теориями пользуются люди. И посмотрите на жизнь того же Эйнштейна, того же, там, я не знаю, этого. Ну, Эйнштейн, он как бы в физике что-то разбирался, а возьмем людей, которые как бы в жизни они понимают, да, Фрейд, например, да, что у него, счастливая семья, счастливая жизнь, вообще не счастливая, то есть вообще не счастливая, Карл Маркс, когда человек без гражданства, когда он умер, у него было 11 всего людей на похоронах, вообще никому не нужно, только в роде, с семьей проблемы, с женой проблемы, вообще с деньгами проблемы, совсем проблемы, и он от злости говорит, все, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был не тем, тот станет всем, и вот он с этим разрушим, и кто был не тем, тот станет всем, он организовал, что там, ну, посчитали, что вообще жертвами коммунизма за все время стало 200 миллионов человек, невинно убитых, там, ну и так далее, то есть, ну, я не знаю, как посчитали, но какая-то я слышал такую цифру тоже, те, кто это посчитали, это капиталисты, тоже в роде еще те, которые эксплуататоры, эксплуататоры, кровопильцы, которые тоже живут по системе, ну, давай-ка, значит, я заработаю денег, вот возьмем, другой подход, да, возьмем подход капиталистический, там, первое, да, второе, Джефф Безос, да, там, 100 миллиардов долларов у него, ну, зачем тебе 100 миллиардов, Джефф Безос, пожалуйста, ответите, да, передайте Джеффу Безосу мой вопрос, да, зачем тебе 100 миллиардов долларов, это же нереально их потратить, раздай бедным, помоги, вот как Билл Клинтон, не Билл Клинтон, а Билл Гейтс, он решил там все свое состояние раздать, помочь людям, уничтожить болезни, вложить в исследование в медицинский, ну, вот это тема, да, то есть, человек, он как бы поигрался, собрал, собрал со всех деньги, причем мало того, что он собрал со всех деньги, он же принес пользу, Билл Гейтс, он принес пользу людям через, ну, создание компьютерных всех этих программ, Майкрософт, он принес пользу человечеству, то есть, откуда у него там почти 100 миллиардов, 90 миллиардов у него, он людям принес пользу, и они ему заплатили за это деньги, теперь он взял эти деньги, Билл Гейтс, и говорит, а я сейчас хочу убрать все эти болезни, которые считались неизлечимыми, хочу сделать так, чтобы в Африке продолжительной жизни было не 40 лет, а там, например, хотя бы 70, и он, почему-то он решил все деньги в Африку вложить, ему жалко, ну, ему жалко их, ну, хорошо, тоже ладно, нормально, то есть, он у белых забрал, черным отдал, то есть, такая у него как бы игра, а что Джефф Безос, он вообще не так решил сделать, он, Джефф Безос, во-первых, он ничего не производил никогда, он перепродавал, он спекулянт, Джефф Безос заработал 100 миллиардов долларов на спекуляции, то есть, он, Амазон, это компания, которая покупает и перепродает, все, вот вся, вся, как бы его супер-мега-гениальность, да, он создал компанию, Амазон, крупнейший магазин всего, которая перепродает товары, ну, движняк создает, и все, теперь, и он решил эти деньги, куда он инвестирует, он освоение космоса, то есть, он решил в космос улететь, ему на земле не нравится, то есть, он решил с земли собрать бабки и все отправить в космос, то есть, Джефф Безос, пожалуйста, отдайте деньги на благотворительность, на изучение Торы, на служение Богу, потому что, ну, в принципе, недавно совсем другой такой титан был, звали его как Стив Джобс, Стив Джобс очень плохо закончил, очень плохо закончил, потому что он не занимался благотворительностью, поэтому обратите внимание, пожалуйста, Джефф Безос, на то, что раз Бог дает такие деньги, нужно эти деньги вкладывать в улучшение мира, вот я думаю, что так. И с Божьей помощью будет у всех все хорошо, а злодеи идут в темноте и не знают они, на чем споткнуться, злодеи не знают, на чем споткнуться, а цадики, они учат Тору, и Тора им освещает путь, и они ни на чем не споткнутся. Все, дорогие друзья, значит, будем цадиками. Все, хорошего дня всем, удачи и успехов. Субтитры подогнал «Симон»